Учиться никогда не поздно. В Татарстане начал работать проект по переобучению и переквалификации людей предпенсионного возраста. В 2019 году его участниками должны стать более 2000 человек. Сейчас уже 77 предприятий изъявили желание посадить за парты своих сотрудников. О том, как эта программа будет работать в набережных Челнах, поговорим сегодня с гостем программы Челны 24, директором Центра занятости населения Татьяны Бодановой. Татьяна Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Какова основная цель программы по переобучению и переквалификации предпенсионеров? Это, конечно, сохранить кадры на рабочем месте и чтобы они соответствовали тем требованиям, которые выдвигает работодатель. Все знаем, что с 1 января вступили в действие изменения в трудовом законодательстве, в пенсионном и в законе о занятости. И все эти изменения касаются защиты прав граждан претенсионного возраста. Специалисты Центра занятости встречаются с работниками предприятий, в особенности с гражданами как раз претенсионного возраста, для разъяснения их прав. Открыта горячая линия в Центре занятости, куда можно позвонить гражданину претенсионного возраста и получить консультацию. Сейчас мы принимаем заявки от предприятия на переобучение граждан претенсионного возраста. Обучаться они могут любым специальностям, которые востребованы на данный момент на предприятии. Через Центр занятости проходит также обучение граждан претенсионного возраста из состоящих на учете, как имеющих статус безработного, так и в поисках работы. Проходя обучение через Центр занятости, граждане получают стипендию. Шесть предприятий уже подали заявки предприятий города, это КАМАЗ, Челный холод, Акибанк и ряд других предприятий. Можно еще подать заявку и обратиться в Центр занятости для дальнейшей работы. Финансирование на эту программу переобучения будет происходить через Центр занятости, предприятия будут получать каким образом? Деньги будут поступать нам с Министерства труда, занятости, социальной защиты, в Центр занятости. Центр занятости после заключения договора с работодателем перечисляет субсидии для этого направления работы. Более 22 миллионов рублей выделено будет нашему городу для обучения граждан претенсионного возраста. Пока эта сумма, может быть, она изменена в сторону увеличения. Предусмотрен ли какой-то дальнейший контроль по трудоустройству после того, как люди пройдут переобучение? Конечно, эффективность работы должна быть. Деньги потраченные должны быть не зря. И минимум 90-95% работники предприятий должны продолжить работу на предприятии. О мерах защиты прав и интересов граждан предпенсионного возраста. Какая еще работа в этом направлении проводит Центр занятости? Мы проводим мониторинг предприятий, где работают граждане претенсионного возраста, сколько работают, если почему уволены, по каким основаниям. Это все строго рассматривается. Установлены для граждан претенсионного возраста два дня для прохождения диспансеризации. На эти два дня сохраняется за ним рабочее место, сохраняется средний заработок. Такая диспансеризация проводится ежегодно. Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, статью 144.1, которая говорит об ответственности работодателя за нарушение прав работника предпенсионного возраста. Увеличены штрафы до 200 тысяч рублей. И если работодатель будет осужден, он может и проходить часы, обязательные часы для отработки. Вот эти вот меры, их не было, но сейчас очень жестко этот вопрос на контроле держат. Как изменились пособия для граждан предпенсионного возраста, неработающих? Пособие по безработице в этом году изменилось вообще в сторону увеличения для всех категорий граждан. С 1 января пособие минимальное увеличено до 1500 рублей и максимальное 8 тысяч рублей. Для граждан предпенсионного возраста на сегодняшний день пособие составляет 11 280 рублей. При условии, если в течение года до обращения в центр занятости гражданин имел 26 календарных недель рабочих. После всех тех изменений, которые у нас в стране с этого года появились, как вообще работодатели относятся к сложившейся ситуации? Работодатели только привыкают. И есть меры, у них и насторожность, опасения. Может быть, считают, что это не так жестко будет рассматриваться. Самое главное, наверное, сейчас у работодателей – это не увольнять работника предпенсионного возраста по инициативе работодателя. Ну а то, что касается трудоустройства граждан данной категории, у нас пока сложных моментов не было. Скажем так, принимают охоту? Принимают. Может, не совсем охотно, но берут, поскольку на сегодняшний день у нас в городе работников не хватает большое количество. Татьяна Александровна, большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы.